Погост – это место, где должны царить тишина, покой и порядок, и людям совершенно не важно, кто его наведет. Но, к сожалению, в Новотроевске ситуация далека от идеала. Опасения руководства города за качество обслуживания территорий кладбища начались с того момента, когда фирма «Общество с ограниченной ответственностью городская обслуживающая компания» выиграла тендер на обслуживание объекта, сбив цену контракта в 4 раза – с 1,2 млн до 300 тыс. рублей. Ведь очевидно, что такой масштаб работы – вывоз мусора, уборка территории, обеспечение поливочной водой и многое другое – подразумевает серьезные затраты. Собственно, этим и была обоснована изначальная цена контракта в более чем 1 млн рублей. И взять на себя обязательство выполнить весь этот объем работы за 300 тыс – затея на грани авантюры. Опасения городской администрации начали подтверждаться в апреле текущего года. Выездные проверки показали, что подрядчик из рук он плохо осуществляет взятые на себя обязательства. Это подтверждают и многочисленные жалобы горожан, крайне недовольных регулярным отсутствием воды и огромным количеством мусора. 9 июня первый заместитель главы города Артем Липатов инициировал межведомственную проверку по факту ненадлежащего исполнения контракта по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования города Новотроицк в 2016 году. В составе комиссии – представители администрации, депутаты горсовета из комиссии по ЖКХ, специалисты коммунальных служб. Были приглашены и подрядчики, которые, к слову, не смогли внятно ответить ни на один вопрос – ни о качестве, ни о сроках выполнения работ, предусмотренных контрактом. Все объяснения сводились к попыткам обвинить горожан в нежелании поддерживать порядок на территории кладбища, что, разумеется, вызвало лишь недоумение у большинства членов комиссии. Ранее администрацией муниципального образования город Новотроицк ставился вопрос о необходимости расторжения контракта с данным поставщиком услуг. По итогам проверки и проведенного выездного совещания начальником отдела коммунального хозяйства транспорта и связи Андреем Сластениным и представителями депутатского корпуса, подрядчику готовы дать еще один шанс. С учетом того, что основная часть нарушений на момент проведения проверки устранена, было принято решение пока ограничиться предупреждением и в срок до 19 июня дать возможность устранить оставшиеся недоработки. Как будет на самом деле, учтет ли подрядчик все замечания, исправится ли установленный срок, покажет время.